Об эпидемиологической ситуации в Десногорске сообщил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии номер 135 ФМБ России Владимир Кротов. Уважаемые жители города Десногорска, по состоянию на 2 июля 2020 года, по официальной информации Роспотребнадзора Смоленской области, в городе Десногорске зарегистрировано 136 случаев положительных COVID-19. По Смоленской области на сегодняшний день с нарастающим итогом, это цифра 4659, прирост составил плюс 40 случаев. В следующей неделе возобновляет работу родильное отделение на базе отделения профпатологии. Завтра будут проведены лабораторные исследования, отделение обработано и персонал приступит к своей работе. Задают вопрос по поводу второй волны заболеваемости. Предполагать достоверностью очень сложно, но если и будет повторная вторая волна, вернее, заболеваемости, то, скорее всего, это будет в холодное время года, думаю, что в конце осени, ближе к зиме. Параллельно с эпидемией ОРЗ и гриппа, сезонного подъема заболеваемости. Надо сказать, что мы готовимся к этому развитию событий и должен еще раз сказать благодарность в адрес Смоленской атомной станции и Росатома, которые выделили финансирование для строительства и оборудования лаборатории ПЦР у нас в городе Десногорске. Сейчас ускоренными темпами идет ремонт и будет закуплено оборудование. Я думаю, что где-то в середине сентября лаборатория ПЦР будет работать на базе Центра гигиены и эпидемиологии. Это как бы один из шагов подготовки к вероятности второй волны заболеваемости. Кроме того, опыт работы, а мы работаем уже 4 месяца с этой инфекцией, я думаю, позволит нам в случае возникновения новых случаев заболевания осенью более успешно и радикально с этой инфекцией бороться. В заключении хотелось бы отметить высокий уровень профилактической работы, который был продемонстрирован на избирательных участках 1 июля и призвать жителей города по-прежнему соблюдать все правила личной гигиены, социальную дистанцию, ношение масок и не расслабляться, ждать, когда эпидемия окончательно отступит. Благодарю за внимание. Будьте здоровы!